Ну вот так и готовятся чемпионы на Немирова. Чуть-чуть, чуть-чуть. Возьмем вверх проходить. 120 кг. На какое место рассчитываешь на Немирове? Ну, хотелось бы просто хорошо побороться. Потому что вес у меня 106-107 кг. Ни туда, ни сюда. Но раньше у тебя был вес побольше. Да, сейчас немного побегал. Вес согнал после новой чары. После обсуждения об эстетичности выступления без маяк. Пришлось поработать над этим вопросом. Все-таки ты стоишь за тем, чтобы выступать без маяк. Ну, приходится иногда брать денег. А так, конечно, хотелось бы как-нибудь в пятерочку войти. Чтобы в призы попасть было сложно. Почти невозможно с Денисом. С Андреем. А как ты считаешь, кто фаворит, скажем, категории, абсолютно весовой категории на левую руку? Ну, на левую руку я бы поставил уверенно на Дениса. А вот со вторым местом, я думаю, поборется в Пушкаре и Бажинс. А на правой, здесь вот не могу сказать. А чем обосновано то, что именно левую руку займет Денис? Зачем так близко к камеру? Почему? Ну, просто я с ним боролся. Стоял. Просто левая у него сейчас очень сильная. Ну, ты анализировал поединки, например, Трависа и Бажин? Ну, конечно. Я смотрел поединки, сравнивал, как боролся во время Бажин с Семиренко. Ну, правда, Семиренко там не особо борьба вышла. Там с Усмановым. И могу сказать, что, ну, я думаю, что Денис сильнее по-любому. Вот, может быть, как-нибудь Травис его обманет или психологически, да, как-то даст ему там выиграть. Может быть, по фолам. Ты считаешь, что психологический Травис может выбить с колеей Дениса? Вот многие говорят, что именно Дениса психологически сложно будет победить. Ну, посмотрим. Просто у нас часто, да, Бажин боролся, выигрывал не борясь и проигрывал не борясь. Поэтому здесь так сложно сказать. Но Травис тоже умеет бороться. Это не тот человек, который только выигрывает, как говорится, обманом или... Ну, то, что касается левой руки, то, конечно, здесь не поспоришь. На правая рука. На правая рука. Ну, опять же, фаворец. Ну, мне кажется, сейчас Пушкарь может очень хорошо выступить. Я думаю, он целенаправленно готовился на Дениса. Сейчас поставился хороший верх. И вполне может и Дениса выиграть. Вот. А то, что касается Дениса. Фарид Узманов тоже хорошо набирает. Фарид там будет бороться? Да, Фарид Узманов тоже будет бороться. Ну, Фарид тоже может там, конечно, попасть в тройку. В общем, да, мои шансы все уменьшаются и уменьшаются. Я говорю, насчет Фарида я не знал. Ну, посмотрим, тем интереснее. Мне кажется, это будет один из самых интересных меров за всю историю. То, что касается, конечно, абсолютки. Я уже не знаю, почему так много людей в этом году собирается ехать. Ну, как почему? Потому что это 10 лет. Ну, это да, это круто, да. Но просто по сравнению с предыдущими годами, да. А сейчас, можно сказать, 4 лучших человека от России едут. Да там. Учитывая тебя тоже, естественно. Ну, да, может быть. Ну, вот. В 95 я не знаю, от России кто у нас будет бороться. Лилиев едет? Лилиев. Цариев. Лилиев, Цариев. Коряев. Да. Но там, к сожалению, не будет борзенка. Поэтому уже, можно сказать, будет маленький чемпионат России. Да? Так, в принципе, из Украины там никого нет. Ну, скажем так. Ну, 86 зато будет чемпионат Украины. Да, 86 там Бабаев, Залоев, да? Залоев будет 78. Но он заявляется тоже в абсолютку. Обязательно сказал, что хочет бороться в абсолютке. То есть первый раз в истории Кубка Мира 78 килограммов спортсменам возьмем в абсолютку. Я считаю, что Залоев далеко не последний будет в этой весовой категории. В абсолютку. Ну, это как повезет, конечно. Ну, да. Объективно говоря, конечно, по силам. Ну, вот по прогнозам многих на правую руку может загнездиться в тройке сильнейших, но уж таки Бабаев, как это было в 2009 году. Очень возможно, да. Очень возможно. Тем более, что Арсен Лилиев тоже будет бороться в абсолютке. Хотя, но это только если вот именно загнездиться. Потому что свежий на свежий. Я уверен, что там тоже 4-5 человек, которые будут точно сильнее и Лилиева, и Бабаева. Ну, собственно, все те же. Пушкарь. Семеренко тоже будет бороться в этом году. Семеренко, он как-то еще вроде не вернул медаль. Ну, мы надеемся, что он хорошо выступит на самом деле. Ну, посмотрим тоже, да. Ничего говорить не буду. Короче, кураж набирается. А Токарев будет там бороться? Токарев тоже будет бороться. Я грузин. Будет бороться. Здорово. Приятно побороться в такой КОМП-1. Нас тоже. Увиди тебя. Вот. А вообще было бы, конечно, здорово сделать абсолютно по круговой системе. Не каждый с каждым. Это невозможно. А то будем бороться 4 часа. Это невозможно. До двух поражений у нас ограниченного времени только 12 человек в абсолютке может быть. Поэтому даже будет еще бороться. Потому что при таком борьбах, кто будет в этой абсолютке бороться. Мы можем не увидеть некоторые интересные поединки, которые хотелось бы увидеть. Да, так. Ну, это возможно в будущем будет такой турнир. Следующий походик. Красиво-плодокс. Осторожно. Есть места. Они Аонс fal tanto. Продолжение следует...